Привет, зритель! Хоть сейчас уже и практически ночь, 11 вечера, но так получилось, что я не успела покушать, и вот мне только сейчас приспичило поесть. У меня тут макароны со сливочным маслом, вчера вечером делала, с соевым соусом, мне вчера что-то приспичило, варёных макарон с соевым соусом, и больше ничего. Свинина, какое-то там мясо без костей, в соевом соусе маринованное, из специй были только чёрный тмин, чёрный кунжут, белый кунжут, и возможно, а ещё этот шафран. И она вообще изначально была у меня порезана кусочками, но некоторые кусочки у меня спрессовались. Хочу сказать спасибо за донат девочкам Паренье, Аймине и Оле. Кстати, зритель, я тут открыла донат на... не только на развитие канала, но тоже к развитию канала относится. Кошка, у тебя там есть мясо, я тебе дала уже кусочек ещё раньше, ещё до того, как сама попробовала. Слушайте, такое мягкое мясо вышло. Кошка, там у нас ещё с тобой есть мясо. Наверное, слышали, как она тут скребёт эту свою ножку-столаву, которой специальная скребушка для кошек. Короче, я решил, что я хотеть. В прошлом, по-моему, видео я говорила, или в позапрошлом, я хоть не помню. Я хотеть камеру, значит. Не такую, я бы, что камеру, а DJI Pocket 2. Почему её хотеть? Я давно мечтаю снимать вечером, вот гуляешь вечером, какой-нибудь там парк, насколько ты точно парк открыл. Обновили. Красивый. И на телефон у меня ни на что как круто выходит снять вечером. Тогда уже темно. Ну и все те камеры, что у меня есть, они тоже не настолько круто снимают вечером, как DJI. На самом деле, я её увидела ещё в начале года, но у меня денег почти не было. Меня душила жаба. Да и в прийти надо было делать в приоритете балконный блок. Ну и вот, благодаря тому, что пара зрителей, которые периодически поддерживают мой канал. Финансово. И не только. Ну или меня на тему того, что какого хрена я не делаю Донателли, не рекламирую в каждом видео, что меня можно поддержать на Бусти, например. Ссылка на Донателли или на Бусти есть он по вовсе. Что, в принципе, все блогеры этим занимаются, а я тут все стесняюсь. Я пересилила своё семилетнее стеснение. Почему семилетнее? Я с 7 с лишним лет веду канал, вот все семь лет стеснялась. Ты чё, уже слопала? Ну да. Хотя я вижу на полу у тебя кусочек, мне кажется, мяса. Ты чё думаешь, что мясо, которое тебе положили раньше, оно не такое вкусное, как мясо, которое тебе дадут сейчас? И со мной дарился же. Ну так вот. В инфобоксе есть ссылки. Вы можете, если вы не из России, и хотите мне как-то подбодрить меня, больше мотивировать, потому что, когда мне, допустим, приходит какой-то донат, это в основном от одного определённого зрителя. А я сижу, по большей части, такая вся в прострации. Я так, вау. Ну и так, мне надо какой-то, ну вот, не то, не сё, как бы, вот, чё бы хорошее в жизни случилось, раз так, донат. Вау. Пишу обычно спасибо Ольге за донат. Да за, я че не еду. И снимаю какой-нибудь ролик, ну, обычно, по большей части, мунбанк. Многие спрашивают, как за АСМР. На Бусти есть подписка на АСМР 200 рублей в месяц. 10% упадёт в Бусти, и остальные у меня. Если вы по АСМР, но внезапно запёрлись на Монбанк, вы можете подписаться на этот Бусти, если вы из России. Я не знаю, он вне России как-то есть, вот это, допустим. Или, если вы не из России, то вы можете подписаться на АСМР, на спонсорскую подписку, ссылочка в инфобокс. Ну и да, или просто приложиться к моему накоплению. Ну, как бы, на АСМР, эта камера в одном месяце стоит 25 тысяч. 25, ну, 25-600, или как-то так. В основе эта камера стоит 35 где-то тысяч. На том же АСМР, в одном месте она стоит 32 тысячи. Ну, так как обычно, самые дешёвые вещи быстро покупаются, а когда я ещё накоплю. Ориентировочный сбор на 35 тысяч идёт. На последний донат с зрителем, для того, как мне пришла мысля, что я снова хочу камеру, которая вот она... Вообще, чё, может, кто-то не догоняет, и как бы не пойдёшь же сейчас гуглить этот DJI. Полтензап. Это стадикам со встроенной экшн-камерой. С очень крутыми параметрами и четырьмя микрофонами. Которые при случае можно, допустим, отключить и писать только на два микрофона. Или на четыре сразу. Соответственно, звук очень классный. Ну, и она полегче, чем, допустим, Соня, на которой я пишу сейчас. Её можно хоть постоянно таскать с собой и что-нибудь снимать. Что-то конкретное. Просто что-то вот случайно увидела, захотелось заснять. Пришла мысля, вау, какой красивый пейзаж, надо снять. Ну, и у неё, конечно, стабилизация очень крутая. Да, я смотрела на неё обзор. Ну, это зрители сны. Как у Тамина. До недавнего времени. Вроде хочется помочь этой Лёле, а Донателлера нет. Вдруг внезапно решишь мне задонатить, то ссылочка в инфобоксе. Ещё у меня есть биткоин-кошелёк. В начале этого года мне, ну, стыд, да, товарища, он же меня и создал. Мы... У меня случился биткоин-кошелёк. В нём, конечно, пусто, но он всё-таки есть. И ссылка на него тоже есть в инфобоксе. Так вот, я тут тебя агитирую, поддержать меня в моём начинании. Не только лайком и подпиской, но и, если тебе бюджет не жмёт, да хоть 100 рублей. И то чуть побыстрее приблизишь желаемое. Потому что я-то так себя со своей пенсией инвалидской могу позволить это, как я потом поняла, в лучшем случае дня рождения. Если вообще не к 8 марта. То бишь, где-то через полгода. Если ты же любишь не только, ну, как бы, не мунбанги и не АСМРы, или мунбанги смотришь иногда, ну, так, внезапно, мало ли, ты всё подряд смотришь, и тебе хочется какой-нибудь другой ролик, а я 100 лет всё обещала, и никак не сделаю, ну, там, обзор книжек на этой полке, которая у меня над кроватью. Ещё какой-нибудь книжный обзор, там, чё-то про моих каких-то фаворитов книг. Ещё что-нибудь. Ну, ты тоже можешь как-то меня пнуть. А если тебя бомбит от того, что я набралась наглости и говорю про всё это с самого порога видео, ты можешь написать мне в комментах, какую-нибудь пакость. В любом случае, я поставлю сердечко на любой камер. Тут был жир. Он не жующийся. Кошка, ты всеявная. А помидоры было полетать, потому что макарон что-то мало. Вообще, на самом деле, я в телегу говорила, что я думаю поесть на камеру. Потому что я сегодня, во-первых, забыла поесть, а во-вторых, я с леса прогулялась, и пришла, и так сижу за столом. Кошка со мной сидит, мурлычет. Я понимаю, что я, если сейчас не лягу, то я прямо от тут упаду. Но я налезла, и не два часа отрубилась в шестое вечера. Ну и проснулась, и поняла, что надо бы как-то поесть. Потому что по техническим причинам организма, мне сейчас, во-первых, надо три раза в день хотя бы питаться по техническим причинам организма, временные такие технические причины. Ну и как бы нормально надо питаться вообще-то минимум три раза в день. Ну и надо есть мясо. Плюс у меня было мясо замаринованное, надо было его как-то съесть. Вот опять какая-то жирная фигня. Вроде срезала все эти жирные фигни. Ну или жилки, не жующиеся. Они все-таки есть. Ну и я подумала, почему бы не поесть на камеру. Еще нашла один журнал, который год назад еще обещала за СМРить. И забыла. И решила, что можно быть за СМРить его на днях. Ну и в итоге, у меня как? Я в телегу говорила, что у меня там, говорила сейчас, что говорила в телегу. У меня там, меня угостили ленивыми голубцами. Я часть ленивых голубцов уже съела, а часть осталась. Я думаю, блин, у меня к мясу гарнира нету, чуть-чуть макарон, немножко ленивых голубцов. Думаю, на небо голубцы можно съесть завтра. Потому что если я сейчас все мясо схамечу, ну даже если не все, кошки же тоже надо мясо отдать. Сил у меня готовить борщик нету что-то. Хотя бульон сварен специально, мясо там досталось только порезать, и это все. Все порезать, зажарку сделать, и в кастрюлю туда фигачить. Я решила, что можно просто поесть мясо с макаронами. Ну и у меня еще есть тортик покупной. Так получилось, что меня вчера гостили тортиком, который принесли моим близким ботникам. А сегодня меня снова им угостили. А у меня как бы тут частичная еда, которую я сама готовила, частичная еда, которая готовила что-то другой, в смысле вообще покупной тортик. Ну так вот, с последнего доната, до того, как я поняла, что определилась с тем, что все-таки я ее хочу, эту DJI Покета. А я заказала наконец-то провод для камеры, на которые сейчас пишу. Про которые узнала, ну, которые я хотела еще с момента, как купила эту камеру, но его не было в составе. Там вообще как бы четыре должно быть провода, но было только два. Один, на который вот разряжает камеру, скидываешь на комп, чтобы смонтирнуть. Второй, чтобы посмотреть с камеры на телевизор, у меня нет телевизора, но вот этот провод как бы есть. Внезапно. Один провод еще мульти, с него, благодаря его, ему можно с этой камеры, допустим, стримы делать, но у меня нет этого мульти. Я его пока не нашла. А еще провод, у меня же часто такое бывает, я вроде обещаю что-то записать, поесть там на камеру, АСМР или еще что-то, и враз. А камеру вовремя забыл зарядить, она разряженная. А вот это тот самый провод, который включил камеру, возьмем в камеру, этот провод включил, его все к аккумулятору подсоединил, и можешь писать в видео хоть круглосуточно, потому что, когда камера заряжается, то просто заряжается по обычному или проводу, на нее не позаписываешь. Потому что она заряжает аккумулятор. А этот провод, он позволяет включить камеру в сети, можно даже извлечь из нее аккумулятор, и просто вот она питается как бы от сети, и при этом пишет. И вот я его на Алике заказала за 400 с чем-то. Его уже отправили где-то к середине, 10 ноября его грозятся доставить. этого года причем. Я, как, я забуглила с Яндекса мультипровод, но мне вышел именно тот провод, который DCIN. Или как-то так. Ну, питание, короче, провод питания. Потом я нашла обзор какого-то человека двухлетней давности. Этот провод, он назывался мульти... этот USB провод для... для зарядки или как-то так. Универсальный как раз для всех таких вот камер Sony вариаций. Ну, и я, короче, пошла по ссылке и увидела этот провод. Но у меня ссылка как бы с браузера, она как-то не открывается в мой аккаунт, но открывается чисто с приложениями. Я скриншотила, выложила через фоточку приложения, и нашла этот провод и заказала. Ну, почитала отзывы, то всё там, всё нормально доходит. И заказала этот провод, потому что вот что-то в... не Алиэкспресс, я его не нашла. Ещё и давно вообще как бы искала. И вот благодаря даримату зрителя как бы я вложилась в канал. Так что, если вы думаете, что я сейчас этой Лёле задоначила, она пойдёт, купит всякой фигни себе, нажрётся и хрен, чё, для канала будет. Зря вы думаете так. Хотя, с другой стороны, вот я же делала вот эти мунманги, мясо-то как бы на дороге не валяется. Ну, может, где-то валяется, я не знаю. У меня свинина на дороге не валяется, я её в магазине покупаю. И чтобы вкусненько покушать на камеру, я обычно даю эту денежку, чтобы купить что-то. Не всё у меня с грядки. Чтобы это потом приготовить и вкусненько с вами покушать. Я сейчас это, прервусь, чтобы не травмировать людей своим видом сзади, а то есть некоторые. Ну, мало ли, есть те, кому как бы фиолетово, а есть те, кому не фиолетово. Поэтому оставим этот триггер с не фиолетово на другой раз. Это в мойку. Сейчас налю чаючку. Такой огромный кусок тортика. Примерно такой же мы вчера тоже выдали. Что-то там тортик не идёт, а я поел, мне так понравился. Я ещё чайник поставила. Ну, ты, если давно меня смотришь, знаешь, что у меня одной чашки-то обычно чая мало. Я могу и штук пять выпить чашек чая. Так вообще, на самом деле, я уже где-то год как поняла, что я хочу этот, блин, что-то вытереться надо. А то потом мне скажут, что я тут такая свинюшка. Я в банарак вытираюсь. Я при нём обычно я об нём вытирала руки, когда, и кисточки, когда рисовала. Вот он у меня этот. Вместо такой тёплой штучки, нет, дома тепло, мне просто холодно. И чтобы вот вытереть очки, вытереть руки. Я сейчас себе позволила наглость. Как обычно делаю, мне камеры вытерла руку. Ну, что я не могу, когда что-то риское. Так вот, я сначала его пугалась, он мне дико не нравился. Он меня, от его вида мне хотелось куда-нибудь спрятаться, я не понимала, нахрена он вообще. Тот самый прямоугольник с ушами по бокам, бинауральный или как там его микрофон. Но так как люди, которые обычно любят АСМР, не любят хавчики на камеру и наоборот. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я это не люблю, ну, я люблю писать АСМР и хавчики на камеру, как я тут поняла, последние пару лет. Но я не люблю ни АСМР, ни хавчики на камеру, я ни то, ни другое не переваю. Но, в целом, вот, чисто для одном откомления я могу немножко посмотреть, и то, и другое, пару секунд. но, я в этом плане не потребитель. Так вот, я еще хотеть этот микрофон. Самый минимальный там вариант, самый простецкий микрофон 400 долларов стоит. Причем на сайте, где исключительно в долларах это все. Даже если в переводе на современный мир в рублях это будет не особо дорого, но вот на Азоне я не видела этого бинаурального или как там его микрофона с ушами по бокам. Видела только на каком-то там сайте, даже на Алиэкспресс не видела. Может, он настолько дорогой для Азоны и Алиэкспресс, что просто я не понимаю, что мало кто это будет покупать каждый день, поэтому не продают. Ну вот если кто внезапно это слушает вот такой-то хрена богатый и думает, ой-ля-ля. Я как раз давно думала, чем бы тебе такое приятное сделалось. То вот можете вложиться в этот микрофон. Ну или в моё копление на DJI Pocket 2. Я почему ещё поняла, уже, ну, вдруг внезапно вспомнила про Pocket 2. Я тут снимала шорс попросту трудящегося, как понять натуральный ремёт. Мне сегодня ещё один способ подсказали родственники, когда эту зему обсудила. Ну, вообще, то ли моя. Ну, в принципе, она этим занимается пчеловодство. но это уже может как-то к другому какому-нибудь. В какое-нибудь другое отдельное видео. Ну, так вот, когда я снимала уже на статикам свою течь в Wumble Wack, я не помню, я его смонтировала, кто там, обзор его или нет, это был куплен, кстати, он был куплен на донат от Наташи, в этом мире подписчица, в прошлом году еще в конце года. Так же, как кольцевая лампа и что-то еще вообще не помню. Ну, и с нем все круто. И на приближение, отдаление есть. Я поняла, как это работает. Но, так как он двухосевой, иди вон туда, там у тебя есть вкусная еда. Не надо на стол прыгать хозяину. Хозяина, тортик, кошки, тортик не дали. Это может все есть, но кошки тортики жрать не должны. Тортики сладкие. Ну, короче, так как он двухосевой, хотя я сама его выбрала, ну, как бы первым средникам, да, то все. Но, когда вот, если хочешь снять с телефона что-то, то вот он на себя наклоняется, а вот туда он не наклоняется. Мне было бы удобно, если бы он чуть-чуть склонился, допустим, я бы это все сняла, и в итоге мне пришлось мед ставить все на край стола, где как-то у конца стола стоит на остателе эта камера, на которой я сейчас пишу. И все это снимать все равно не настолько было видно, допустим, диджай, можно было бы его точно так же записать и даже показать, как мед домиком стекает, чтобы люди поняли, что вот, ну, как понять, что это мед. То, что то, что они купили, это мед. А не серебра, дуванчика, апельсиновых шкурок или еще какая-нибудь непонятная мучь. Или тот самый мед, который, пчел, которые его делали, покормили сахаром. У меня вот здесь подруга, у нее, есть знакомый, который занимается пчеловодством. Она говорит, а ваш мед пробовал? А его? А щедрость как день и ночь. Мне она говорит, а вы пчел с сахаром кормите? Я говорю, совсем шуль, дура. Кто же пчел кормит сахаром? Ну, конечно, кормят сахаром, но именно те, которые мед бодяжат. Лучше уж оставить пчелам чуть побольше рамочек с медиком в грилье, чтобы они благодаря этому пережили зиму. чем вот так вот страдать такой хренью. Ну, и, соответственно, такой мед, пчел, ну, у которого пчелы лопали зимой сахар, он не будет стихать ниточкой, которая вот не прерывается. А мед, он как бы, настоящий мед, тут стихает ниточка. Если ниточка вот осталась в чашке чуть-чуть совсем, уже все, что можно, вытекло, капелька эта, она пружинит обратно. Я снимаю жидкий. Ну, в смысле, обычный жут. Ну, если мед хранить на холодильнике или вот сейчас на балконе, допустим, когда холодно, в прохладном месте, допустим, вы его взяли, вы купили в начале лета, а сейчас, ну, и там, пара месяцев прошло, он у вас стоит в холодильнике, он уже загустеет. Если он встает в помещении, то с ним, в принципе, ничего особо не будет, он может, ну, чуть-чуть, а вот погуще. Он еще будет выглядеть как жидкий, но он будет все еще густым. Ну, в смысле, еще не будет густым, он просто будет более плотная, эта жидкая масса. Не, потому что есть там один мед, который уже вот такой, ну, не как только что из медагонки слили. Медагонка, чаще всего, это такая круглая штука. Если вы мои деревянские видео смотрите, то там в каких-то она периодически бывает. По-моему, она была в обзоре дома в этом году, эта медагонка. Так, внезапно. Вот если я поела побольше мяса, я бы съела поменьше торта. Но я решила мясом немножко, ну, там не осталось, где-то еще, наверное, этого мяса. Я решила мясо в итоге оставить на попозья. И как бы говорила моя бабушка и дедушка, бог пристанет, мало станет. Вот какой-то бог пристал. Я почти весь кусок торта скомячила. вроде как со мной только чашка чая. А все, у меня тут есть виноград, яблоко, которое надо бы доесть, потому что я его вчера располовинила. У меня тут половинка, еще четвертинка. Два каких-то между апельсином и мандарином. Ну, короче, мне надо было, человеку надо было одну штуку, а у меня эта штука была, а человек за просто так не хотел эту штуку, я сказала, купите мне фруктов. Каких-нибудь. Ну, как бы и мне нормально, и человеку нормально. И все вроде как довольны. я как бы не люблю масляный крем в тортиках. Вот когда из масла сливочного вот этот крем. Ну, я могу есть, но я не очень не люблю. Там вот в торбезе я могу съесть. Он вкусный, все такое. Но просто вот этот крем там масляные цветовочки, масляные еще что-то не могу. Много сливочного масла. Крайне редко бывает, что я много сливочного масла могу слопать. Ну, в макаронах, допустим, или в картошке, или в кашах. А тут не сливочный я не знаю какой тут сливки может какие-нибудь пригнать. Ну, не масляный крем, короче. Но я не пальмовый, потому что иначе бы я не осилила это. Надо же слопала такой кусок торта вообще. Или от обжора. Напишите потом в комментах, кто до этого момента дойдет. Вы бы такой кусок торта осилили, а? А то прям жуть. Так, я тут обещалась не показывать свою нижнюю полушарие мозга. И ведь сзади. И молодец, снова с вами. Мне хочется еще чаю. Но так как мой воскоплав, который мармит, который мармит для шоколада, ну, в общем, штука, в которой можно не только воск плавить, но и шоколад готовить, все еще не пришла. Ну, та, которую я заказала потом на Азола, не на Вайберис, потому что та, которая на Вайберис, она вообще без... В смысле, если она сдохла у вас, то вы ее обратно уже не вернете. Гарантии там никакой. И то шоколаду у меня нет. Самопального. Лучше он чисто годен до того, чтобы его потереть на терке ванной кашу. То я решила попить с медом. Как раз вот за сахаренным. Загустевшим. Потому что у нас как-то был спор с одним товарищем, который очень далек от пчел. Но если в шапот хост попало, то он сразу думает, что он во всем забирается. И он чуть ли не с пьяной у рта я уже решила согласиться. Ну, знаете, с дураками и пьяными лучше соглашаться. А делать по-своему. Вопил, что засахаренный мед не может быть засахаренным, потому что если он засахарился, значит в нем есть сахар. И этот мед на самом деле не мед. Ну и все в таком духе. Ну, короче, загустевший мед. Я сошлась с ним на том, что хорошо. Засахаренный мед будем называть загустевший. Вот загустевший мед. Он еще как бы такой мягкий. Можно сказать, что это как раз вот Таня, привет, если ты это будешь смотреть. Это вот тот самый акациевый мед. Ну, тут не чисто, конечно, акация. Тут самый нежный кремовый мед. Мне не все сорта меда в этом году, не со всех скачек меда мне в этом году мед попался. Потому что либо я была в деревне, и там что осталось, то и лопай. Либо я приехала сюда, а тут уже все продали и сожрали. Но, видимо, что-то завалялось где-то, потому что я тут делала родственникам эликсир из Санбери. Ягоды Санбери берешь, измельчаешь измельчителем, процеживаешь через ситечко. То, что процедился сок, смешиваешь один к одному с фильтрованной водой, потом добавляешь определенное, ну, допустим, на пол-литра готовой жидкости добавляешь 150 граммёда. Ну, я добавляла свой мёд, а мне, типа, вот, ты там мёд свой потратил. Ну, в смысле, мой мёд. Ту часть мёда, которую у меня ежегодно выделяют после медовой на зиму. Наша семейка как, часть мёда продаёт на продажу, а есть мёд, который исключительно нам. И вот те мои 2 литра мёда, которые я должна стопать в течение сентября, допустим, по май или как получится. И в этом году получилось так, что прошлогодний мёд я доедала где-то ещё в конце лета. Хотя у нас уже был как бы нового года, этого года сбор мёда. мне выдали мёд, но так как я добавляла жидкий мёд, который у меня ещё не застыл, мне удобнее вместо того, чтобы специально растапливать, то я добавила столько, сколько я положила своего жидкого, а этот решила просто с чаем схожачить, потому что он, конечно, ещё не настолько загустел, но это вот именно тот, который уже не загустел, гуще не станет, но вот он такой кремовый. Я надеюсь, тут видно. Может, приблизить специально. Почему банка в пакете? Может, ты не знаешь, зритель, но у меня папа боль на липкость. А так как у нас мёд в семье с 1929 года, ещё до моего рождения, а когда я была маленькая, в деревне бабушка с дедушкой качали мёд, и этот мёд был в избе качали. Везде практически можно было на стуле на каком-нибудь обнаружить каплю мёда, хотя вроде он и стоит далеко от медогонки. Можно было ещё где-то. Тут у меня прямо это вот липко. А, липко, липко. Заденешь случайно какую-нибудь там часть медогонки, от которой была капля мёда, на какой-нибудь шмотке это отразится, потом этой шмоткой заденешь другую шмотку, потом это на руке окажется. Липко! Поэтому, ну и вообще, чтобы как бы, если берёшь баночку и ещё что-то и куда-то идёшь, чтобы эта баночка с мёдом в меду не облепила ничего другое этим мёдом. Она у меня в пакетике. Иногда бывает баночка в пакетике и ещё в трёх пакетиках, потому что один пакетик излепился, прилип к банке с мёдом, потому что она с мёдом, потому что она не мёд. Ну, в общем, ты, наверное, понял. в пакетике. Я сейчас приближу, просто по, по это, наклоню банку. Вот. Мёд. Насмотрёлся? Хорошенького подемножку. Ну, и когда человек Аня стал писать по поводу того, что у неё ну, значит, вроде и не мёд, мне так её жалко стало, думаю, блин, человек никогда мёд не пробовал, купил какую-то парашу. Может, ей послать каплю мёда почтой России в какой-нибудь не бьющейся бабочке. Но оказалось, там просто единичный случай. Человек пробовал мёд. Так вот, этот мёд как раз один из тех медов, которые, ну, раздавать уже нечего. Верить, ты там в деревне пожрёшь какой-нибудь другой мёд. А у нас уже почти весь закончился. А себе оставить ещё. И вот она в нем, эта банка стояла с какого-то там, хрен знает, с первого, может, скачивания мёда или со второго. Первые два у нас вообще там практически мёда было, кот насрал. А дальше уже третий, четвёртый, пятый пошло дофига. Ну и это. Вот это как раз, наверное, один из первых медов тут. Мне достался. Можно как бы смешивать мёд, но это обычно смешивают как бы себе. Вот мне рассказывала бабушка. У нас сейчас это бабушки последняя из рода пчеловодов Смирновых. Потому что девушка фамилия бабушки была Смирнова. её родители дед Серёжа Смирнов. Они одно время продавали мёд у нас в пансионате угреческом. Говорит, ну и были трёхлитровые банки, и всё нормально, а вот ну не хватало этого сорта мёда. Вот что налили, вот столько не хватало банку, и мы, говорит, налили другого мёда, а он же в принципе по цвету-то разный, немножко отличается. Говорит, и как-то налили, и не заметили, что там вот, ну допустим, жёлтый и бледный. Светло-жёлтый чуть потемнее жёлтый наверху. И, говорит, одна покупательница подходит, вот и говорит, что такое, говорит, мёд. А почему он у вас полосатый, ну типа сверху там одно, снизу другое, говорит, блин, а я как-то ни к чему, что другого сорта-то налила. Ну и как бы это можно размешать. Вот у меня есть балочка с тремя или даже пятью сортами мёда, как раз вот, пол-литровая. Как раз из этой баночки жидкого мёда я и брала на эликсиры себе и родственников. Садбери. Начала подойти в ресторане, заканчивая мёдом, да? Для тех, кто не смотрел шортс, как понять, что мёд это мёд, помимо того, что он стекает и ниточка не рвётся, а если заканчивается мёд, то эта ниточка отпружинивает обратно, а снизу она как бы стекает и снизу такой домик, такой горочкой стекает. Так как мёд у нас сейчас не жидкий, а густой, его не польёшь, но мёд всякий разный пахнет мёдом, во-первых, и во-вторых, цветочками одновременно. И какой-то мёд пахнет сильнее цветочками и мёдом, а какой-то мёд пахнет слабее. Но весь мёд пахнет мёдом и цветочками. Даже если вы не знаете, как пахнет мёд, ну как вот этот медовый запах, не тот химический, каких-нибудь рефлемовских бочонков, вот маленькие такие бочоночки там для локтей, ногтей и прочей требухи или какой-нибудь там зубной пасты или ещё какой-нибудь хрени, то мёд всегда пахнет цветочками. Как бы вы нюхаете, вы понимаете, что даже если вы не знаете, что это вот именно так пахнет мёд, он должен пахнуть хоть чем-то цветочками. Любой мёд чуточку он огорчит. Он сладкий, он очень сладкий, но он всё равно чуть-чуть горчит. А если много мёда сжрать, то он просто тупо огорчит. Если мёд жидкий, если ложка от стекла её отодвигаешь, этот мёд, то он обратно как бы прищёлкивает. Это я вот сегодня узнала насчёт прищёлкивания. После того, как принесла урбечь из бразильского ореха на пробу родственникам и сказала, что его надо смешать с мёдом. Как сделать урбечь из бразильского ореха, ты можешь найти на моей страничке кукпе. Ссылка есть в инфобоксе и на канале. Либо же можешь просто забить в кукпе Тайва Форевер и найдёшь меня. И там последний рецепт был как раз урбечь из бразильского ореха. Это намного дешевле, чем покупать урбечь готовый. Потому что где-то 200 грамм, 200 миллилитров урбеча готового, урбечь из бразильского ореха стоит около 800 рублей. Килограмм бразильских орехов при желании можно купить и за 1100. Ну и смотри, вот 400 миллилитров баночка урбеча это 370 грамм бразильского ореха. Правда, тебе для этого понадобится блендер где-нибудь на 200 ватт мощностью. Беломикс G5200, например. Можешь приобрести, если еще нет. Ну и подобный какой-то мощный блендер стационарный. Сделать этот урбечь, смежать его с медом один к одному. И по 2 чайные ложки в день есть, не больше. Либо же чайную ложку урбечь и 1 бразильский орех. Либо же 2 бразильских ореха. Либо же 2 чайные ложки урбечь. Эх, благодаря тому, что я поела на камеру, я поела мед. А то у меня было так в прошлом году стоит, еще где-то литр меда остался, засахарился конкретно такими уже крупиночками. Так вот, ножом только вырезать еще, прежде чем из бетончика достать. И это самое, приходит родственница, а я еще так помирала в очередной раз, проверить, как я жива здорово. Говорит, а что же ты мед ты не ешь? Думаю, так не знаю, он стоит, как-то и стоит. И тут бы, наверное, мне сказали три неполные банки с медом, занимают только место. И мне бы можно сказать, Лёля, а что ж ты мед-то не ешь? А вот тут включила камеру, попила чая с молу. И мне хорошо в смысле организму, и меду хорошо его едят, и банки хорошо, в смысле, как бы, доестся мед, банка вымается, кстати, можно в остатки емкости, где был мед, налить водички тёпленькой. Подождать, когда там всё это растает, вот так вот размешать, а потом выпить эту медовую воду. Медовая вода, вода, миновая вода не менее полезна, чем сам мёд. У меня вот был вот этот дед, который погиб с нами в ДТП, ну, в смысле, я-то не погибла, я смогу писать видео, да? Короче, дед, который был на руля в машине, этот Бауфкин, брат старший, он, когда у нас жил, летом так в гости приезжал, он чай с сахаром никогда не пил, не ложку мёда, вот можно чай с мёдом пропить. Вся вот эта шумиха, что нельзя мёд в горячий кипяток наложить, он сразу ведь станет неполезным, это... Знаете, сколько надо мёда нагреть и сожрать, чтобы он был неполезным, чтобы то, что он там выделяет, принесло вред. Вы столько не сожрёте за всю свою жизнь. Я помню, какой-то рецепт на кукпете делала. Компот, что ли, этот, из яблок, там, или ещё чё-то, и написала, что положить ложечку мёда вот в кастрюльку. Мне то-то написал какая-то там мадам, которая на меня подписала с таким хейтом конкретным, что типа он нихрена не полезный, его надо только вот там в сорока градусах, не более, та-та-та-та, ля-ля-ля. Да вы ничего не понимаете. Думаю, блин, ну тебе не нравится этот рецепт? Я тогда первый раз столкнулась с хейтом в кукпете. Ну, так это как бы не используй. не нравится то, что я делаю. Ну, до хрена ли ты подписана на мой этот самый кукпедовский аккаунт? Я бы могла сказать, что этой женщине было характерное имя, но этим именем была названа моя мама. Пара её помог. И есть люди нормальные с этим именем, в том числе и мои подписчики. А есть не очень. Так же, как с любым другим именем. хе-хе-хе-хе. Так что, в принципе, делают же медовый торт, там всё, оно всё запекается, там не 40 градусов температура. Блин, слушайте, на стеночках такой шикарный вкус. Умно-то. надо почаще хавать на камеру, я тогда побыстрее сожру эту баночку с мёдом. Ну, чё тут жрать, тут совсем немножко, да, ну, для меня это много. Обалденно пахнет. Так что, если вы купили мёд, хрен знает у кого, или впервые в жизни, или даже магазины, ну, бывают магазины хорошие, бывают как земля, то понюхайте его, а ну быстро все пошли нюхать свой мёд. Чем он пахнет? Можете в каментах поделиться. Ну, это если у вас есть мёд. Да, у меня тут ещё есть виноград. Вообще, собиралась пожрать ещё винограда, он сладкий, его можно с чаем есть. Обычно с чаем его и ем. Но я тут поела мёда. И да, мёд нельзя хранить у батареи. Если вы не хотите, чтобы он в вашей стеклянной банке пошёл кверху проверить, кто там такой щедрый, теплозаевит. Мёд нельзя лазать мокрой ложкой. Вы не смотрите, что я тут по этой, вот этой ложкой туда много раз сувалась. Ну, тут немножко было, да. Но нельзя, короче, лазать мокрой ложкой мёда, нельзя оставлять ложку в мёде. Деревянную можете оставить, металлическую не надо. Чтоб потом не было такого, купили у какого-нибудь проверенного продавца этот мёд годами там покупаете, оставили металлическую ложку в мёде, а с мёдом что-то не то. И потом, а, это мне палёный мёд попался. Нет, это не вам палёный мёд попался. Это вы немножко сплоховали сами. Мёд можете хранить в холодильнике, но на самом деле это совсем не обязательно, он вполне нормальный при комнатной температуре, может долго жить, у него нет трёхогодности, он может просто через пару лет ещё потемнеть. У меня есть подруга, она сама по себе мёд не особо ест, вот только когда в лекарствах, а её мама и в лекарства, и периодически ест. Но бывает как, то редко, то метко. И вот у неё какой-то мёд стоит, который она у нас давно покупала, может ещё лет шесть назад, если не семь. И он стоит, засахарился, с ним ничего не случилось, он просто слегка потемнел. Но он всё ещё мёд, и вкусом точно такой же. Так вот, на этой медовой ноте я с вами позволю себе попрощаться. Напомню, что поддержать канал вы можете посылочкой, если ткнётесь на ссылочку в инфобоксе, и поддержать вы можете меня на Boosty, платной подпиской на MoomBuggy 300 рублей, или на SMR 200 рублей, или просто поддержать разовым донатом. на карту нашего банка всеобщего. Если знаете мой телефон, то можно через билайнерский телефон, через систему быстрых платежей поддержать меня, допустим, на карту Озон, потому что я на Озоне буду покупать эту камеру, когда придёт нужная сумочка. Или на карту Убербанка по тем же системе быстрых платежей. Потому что и то, и другое. Я сегодня через ВКП, которая вывела пару донатов с Денна Тейлер, без всяких процентов, перевела через систему быстрых платежей на карту Озон. Озон, по-моему, мой комбан, что ли, хрен знает. Ну, Озон, короче. Можете подбежать меня на Денна Тейлер. Или на Биткоин кину чё-нибудь. Я буду вам очень безмерно благодарна. И если вы подпишете какой-то ник или имя, я укажу это в титрах последующего видео, которое я буду делать после того, как увижу вам донат. титрах. Ну и спасибо за просмотр. Надеюсь, вы пожрали. Пока.